Я первый фотограф, деревенский парень. Первый фотки сделал после приземления. В руках Асгата Фарукшина уникальные снимки первого в мире космонавта. Юрий Гагарин приземлился в деревне Смеловка, Саратовской области. В поле его заметили местные жители, помогли снять скафандр. После Гагарина привезли на ближайший аэродром. Там военную часть под Энгельсом. Там и служил Асгат Фарукшин. Он стал одним из первых, кто запечатлел события, навсегда вошедшие в историю. Я вспомнил, что у меня фотоаппарат есть. Побежал к машине, забрал фотоаппарат и начал фотографировать. Там у меня много было снимков. Еще минут 40 мы стояли, ждали их. Эти фотографии сделаны сразу после того, как космонавта привезли на аэродром. Здесь уставший Юрий Гагарин отдыхает в штабе. На этой рассказывает о своем состоянии медсестре. Первые 40 минут после приземления космонавт не разговаривал, только обнимался с товарищами и приветствовал их. Этот снимок сделан спустя пару часов. Юрий Гагарин общается с советскими гражданами. Это любимая фотография Асгата Фарукшина. Юрий Гагарин общается по телефону с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Любимая, как говорит мужчина, она по двум причинам. Первая – уникальность. Попасть в штаб удавалось не всем. Туда его лично привел космонавт. Вторая – это связанная с ней история. Говорит космонавт Гагарин. Хрущев, видать, плохо слышал. Какой может татарин быть? Русский должен заменить. Гагарин говорит, нет. У меня фамилия Гагарин. Вы, говорит, неправильно слышали. Ну тогда ладно. Встретимся в Москве. Вот это я хорошо помню. Ознакаевского парня Асгата Фарукшина призвали в ряды советской армии в 59-м году. Отправили служить в Саратовскую область на тот самый аэродром под Энгельсом. Доверили автобус ПАС, на котором он возил 15 летчиков. Как выяснилось позже, среди них был и первый космонавт Юрий Гагарин. Кличка была. То шкаф, то театраль, артист, интеллигент, весельчак. Вот среди них был веселый такой парень. Он анекдот любительный рассказывает. Я тоже любитель. Вот мы познакомились. Впоследствии я узнал, что он Гагарин. О том, что он стал первым фотографом космонавта Юрия Гагарина, мужчина никому не рассказывал 25 лет. Было запрещено. Когда узнали друзья и родственники, прозвали Асгата Фарукшина живой легендой. Он у нас человек-легенда. Ведь для пожилых людей важно, чтобы не забывали их правильно, чтобы они были как-то в жизни, в центре жизни. Ну и вот, его не забывают никогда в этот день. Он очень довольный. Большую часть фотографий у Асгата Фарукшина забрали сразу после съемок. В сундуке в родительском доме ему удалось сохранить только эти пять снимков. И вот спустя 62 года он также бережно к ним относится. А 12 апреля считает самым счастливым днем в своей жизни. Алена Струминская, Лисан Саитова, ТНВ, Казань.